приветствую всех на нашем канале сегодня на картинке вы увидите нашу поездку на северный рыбный рынок народу уже прилично не то что когда мы были там последний раз а также мы заедем терминал 21 и остановимся на бич-роуд на рынке мы были в 10 утра в терминале были в 11 утра сам начале рабочего дня поэтому народа еще нет когда выходили из терминала на парковку она уже была полная ну перед началом новостей я своими словами расскажу об обстановке в городе и стране растет количество заболеваний на 1 апреля было 26 случаев по стране а на 14 апреля 1336 количество заболеваний растет в прогрессии понятно что банкокские тайцы растаскивают вирус по стране провинции ченбурри уже более 700 случаев разворачивать полевые госпитали в газетах публикует список мест где обнаружен коронавирус для примера приведу несколько мест по тари это терминал 21 централ фестиваль и другие люди должны смотреть были ли они в этих местах то время которое там указано они должны следить за своим здоровьем и если появятся симптомы обратиться для проведения теста тест без симптомов не делают делают в том случае если был в указанных местах и есть признаки заболевания но это когда люди приходят сами на проведение теста но по системе отслеживания могут установить что вы находились в том месте где был зараженный тогда приедут к вам и повезут на тестирование полевые госпитали определяет тех у кого легкая форма или нет симптомов я имел ввиду бессимптомная форма это в основном тайцы и рабочие мигранты а также могут быть иностранцы у которых нет страховки или денег или страховка небольшая из списка видно что в период третьей волны заболела 7047 человек но в этот список входят и те у кого был положительный тест при въезде в страну в карантин но их немного например из 1336 человек всего 9 заболевших коронавирусом было обнаружено в карантине на данный момент стране в тяжелом состоянии находится 36 человек 9 подключены к аппарату вентиляции легких в основном все заболевания в легкой и бессимптомной форме процентном отношении видно что тяжелая форма всего у полпроцента человек от общего количества заболевших бессимптомных более 90 процентов в основном болеют молодые люди от 18 до 29 лет скорее всего после санкрана будут опять ограничения на передвижение но увидим уже 43 провинции ввели ограничения на передвижение провинция чун бури занимает третье место по заболеваемости и входит в красную зону первой новости говорится таиланд одобрил в общей сложности восемь вакцин от коронавируса до этого была одобрена 6 для вакцинированных туристов надеющихся воспользоваться сокращенным карантином по прибытии в королевство несмотря на третью волну инфекции охватывающую страну официальные лица возлагают надежды на возвращение иностранных посетителей чтобы возродить туристический сектор 8 одобренных вакцин это китайские вакцины синовак и синафарм также вакцина астрозинека с к биосайенс пайзер серум индийская johnson и johnson и модерна однако что может еще больше усложнить и без того сложные договоренности людям намеревающимся посетить таиланд необходимо будет пройти вакцинацию не менее чем за 14 дней до поездки вакцинированные туристы должны будут загрузить свои свидетельства вакцинации на веб-сайт министерства иностранных дел до прибытия после чего они смогут воспользоваться сокращенным периодом карантина до семи дней не вакцинированные лица будут подвергаться 10-дневному карантину то время как прибывшие из нескольких стран включая южную африку должны будут пройти 14-дневный карантин иностранным посетителям также потребуется свидетельство о въезде действующая виза соответствующая медицинская страховка и отрицательный результат теста на коронавирус официальные лица по туризму таиланда надеется что иностранные посетители по-прежнему захотят насладиться пляжами страны храмами культурой и едой возлагают все на сокращение обязательного карантина карантин считается самым большим препятствием для иностранных посетителей до последней вспышки южный остров пхукет надеялся полностью отменить карантин для вакцинированных туристов прибывающих с июля пока неизвестно будет ли с июля отмена карантина на пхукете следующей новости говорится таиланд накапливает запасы препаратов для лечения коронавируса в том числе противовирусного препарата по виперавир поскольку третья волна коронавируса распространяется по стране государственная фармацевтическая организация заявляет что она распространяет запасы по виперавира по больницам и размещает больше заказов на это лекарство настоящее время в наличии имеется 411 тысяч планшетов а заказано еще полмиллиона во время последней вспышки более 7000 человек дали положительный результат на коронавирус между тем банкок пост сообщает что три новые вакцины могут быть импортированы частным образом во второй половине этого года и как ожидается будут доступны по цене около 2000 бат за дозу доктор орчард из больницы в банкоке говорит что люди не входящие в группу высокого риска должны иметь возможность платить за вакцинацию в частных больницах конце этого года ожидается что для покупки будут доступны три вакцины однократная вакцина джонсон и джонсон вакцина российского производства спутник и мрнк вакцина от модерна ожидается что первые дозы вакцины джонсон и джонсон будут доставлены в королевство в октябре после того как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрила эту вакцину для экстренного применения прошлом месяце с тех пор она наткнулась на несколько камней преткновение по всему миру столкнувшись той же проблемой тромбоза что и вакцина астрозинека вакцина модерна тоже вероятно будет импортирована для введения в частных больницах хотя она еще не зарегистрирована фиди а ожидается что после утверждения она будет доступна с августа российский спутник в также ожидает одобрения ввоз то есть если ввоз одобрит спутник эту вакцину проверят в таиланде и потом примут решение по использованию ее в стране следующей новости говорится представители здравоохранения сша решили приостановить введение вакцины джонсон и джонсон пока они расследуют ряд случаев тромбоза согласно сообщению cnn умерла 45-летняя женщина еще один пациент находится в критическом состоянии в общей сложности произошло 6 случаев образования тромбов из более чем 6,8 миллиона введенных доз вакцины во всех случаях участвовали пациентки женского пола возрасте от 18 до 48 лет с симптомами развивающимися в период от 6 до 13 недель после прививки выступая перед cnn доктор карлос дель рио из медицинского факультета университета эмори говорит что такие побочные эффекты крайне редки указывая на то что они с большей вероятностью будут наблюдаться вне клинических испытаний из-за большего числа вовлеченных людей это очень редкие случаи один на миллион эти случаи не были в клинических испытаниях потому что в них не было включены миллионы людей свертывание крови может происходить по той же причине что и вакцины астрозинека учитывая что обе прививки являются векторными вакцинами аденового вируса другие вакцины используемых в сша файзер и модерна представляют собой вакцины на основе мрнк питер маркс из управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сша согласен с тем что по всей видимости есть сходство между случаями образования тромбом которых сообщалось как с вакцинами джонсон и джонсон так и с вакцинами астрозинека производитель вакцины опубликовал заявление подтверждающее решение отложить европейское внедрение своей вакцины далее в заявлении говорится что любой кто уже получил укол испытывают сильную головную боль боль в животе боли в ногах или отдышку в течение трех недель после вакцинации должен обратиться к врачу однако он добавляет что такие побочные эффекты крайне редки в этой новости говорится провинция за провинцией закрывает все больше секторов вводя более строгие правила вводят обязательное тестирование на коронавирус и вводят карантин для внутренних путешественников в некоторых случаях а то использует другой подход приветствует туристов в своем городе мэр паттай сказал что паттай ждут всех отовсюду от них не будут требовать карантина или сама карантина в течение двух недель но мэр паттай не принимает решение по ограничению губернатор чангури будет решать вводить ли дополнительное ограничение для людей прибывающих в паттайю особенно из трех районов банкок вместо того чтобы полностью закрыться город паттай призвал всех своих сотрудников работать вместе чтобы создать среду безопасную для туристов персонал размещен по всему городу для внедрения и обеспечения соблюдения протоколов безопасности против коронавируса и мониторинга и чтобы убедиться что местные жители и туристы соблюдают правила и защищают паттаю от распространения коронавируса в то время как бар ночные клубы и массажные салоны остаются закрытыми по приказу ситуационного центра по коронавирусу городские власти паттай прилагают все усилия чтобы популярные туристические районы такие как калан и паттайя бич роут были открыты для путешественников мэрия работает с волонтерами и местной полиции и принимает такие меры как разрешение на парковку по обе стороны пляжных дорог чтобы попытаться помочь туристам и правда сам фото и провести безопасный и приятный отдых сан кран этот альтернативный подход резко контрастирует с большинством остальной части страны где празднования сан крана были отменены или введены частичные ограничения правительство обсуждает возможность введения частичной изоляции в бангкоке и прилегающих провинциях чангмай и прочарки рихани а также в чангури при усилении мер борьбы с коронавирусом в районах красной зоны предложения частичной изоляции уже обсуждались однако под комитет должен будет обсудить изоляцию и другие предложения с министерством здравоохранения премьер-министр проют соберет 16 апреля во вторник во второй половине дня заседание ситуационного центра по коронавирусу на встрече под комитета и министерство будут обсуждаться дополнительные ограничения для определенных видов бизнеса включая рестораны торговые центры и тренажерные залы еще несколько провинций возможно будут объявлены красными зонами вспышки ресторанам придется закрываться раньше в то время как фитнес-центром придется ограничить количество своих посетителей поскольку развлекательные заведения оказались основными источниками новых инфекций другие предприятия такие как торговые центры закрывать не следует торговым центром возможно придется сократить час работы и приостановить определенные мероприятия которые привлекают много людей например музыкальные выступления или мероприятия по стимулированию продаж вот такие на сегодня новости музыкальные выступления